Здравствуйте! Вы на канале Семейное Дело и с вами Буката Сергей. Ранним утром выдвинулись в сторону Одессы. Едем покупать нового раба. Так в нашей столярной группе называют станки с числовым программным управлением. Покупка эта вынужденная. Планировали приобретение другого станка. Но, как всегда, в конце года цейтнот. И чтобы хотя бы более-менее вкладываться в сроки, пришлось пойти на этот шаг. Пользуясь случаем, хочу принести извинения заказчикам наших декоров, которым мы просрочили заказы. Сейчас прикладываем максимум усилий, чтобы выйти на нормальные сроки. Поездка довольно сложная на дороге гололед. Температура минус один, минус два и, соответственно, ехать нужно очень осторожно. На этом участке дороги образовалась пробка из фур. По-видимому, впереди какое-то ДТП. Так и есть. Одну из машин выбросила в кювет и ее пытаются вытащить трактором. Нам нужен был станок с рабочим полем 60 на 90 сантиметров. В наличии был вот такой экземпляр. Он был изготовлен и выставлялся на международной выставке. Нам, как постоянным клиентам этого производителя, достался именно этот станок. То, что нам почти месяц не пришлось ждать изготовления станка, нас очень порадовало. Станок нам запаковали и погрузили в багажник пикапа. Без подставки он отлично туда поместился. Подставку решили делать сами. Мало того, что это нам вполне по силам, да и погрузить ее было просто некуда. Не теряя времени, двинулись в обратный путь. Дорога по-прежнему очень сложная. На трассе Е-95 авария. Столкнулись две легковых машины. Ночная дорога. Хоть и сложная, но я это люблю. Автопутешествие. Это моя вторая страсть после столярки. К утру понедельника мы уже дома. Без лишней раскачки начинаем выгрузку. Несмотря на компактность, станок довольно тяжелый. В нем около 200 килограмм. Из-за чего образовался такой вес, я покажу чуть позже. Ждать, пока будет изготовлена подставка, нет никакой возможности. Для решения этой задачи используем два козлика и поддон. Сейчас важно запустить станок в работу. Устанавливаем станок на площадку. И с помощью регулировочных винтов выставляем по уровню. Илья распаковывает блок управления и приступает к монтажу. Старенький системный блок как находка. Блок управления установили на проножках. Илья сейчас к нему подключает кабеля. Коля вскрыл старый процессор для того, чтобы вставить туда плату управления станком. Она поставляется производителем вместе с программным обеспечением. Из закромов достаем раритетный монитор. Для покупки современного нужно еще заработать денег. Совет дня. Не спешите выбрасывать старые процессоры и мониторы. Сейчас вы наблюдаете процедуру реинкарнации. Где мы с вами и где двухтысячный год? Первые движения по осям. Все отлично работает. Илья закрепляет подложку, на котором будет произведено первое фрезерование декора. Илья с помощью нейлера фиксирует ясеневую заготовку на подложке. Установлена гравировальная фреза и сейчас измеряется ее вылет. Для этого есть специальное приспособление. Задана управляющая программа и можно стартовать. Работа станка радует. Шпиндель работает без нагрузок. Чувствуется достаточная жесткость конструкции. Работу можно производить на довольно больших скоростях. Для нас это очень важно. Первая деталь изготовлена успешно и станок смело можно запускать в работу. Ну и теперь небольшой обзор станка. Как вы видите на фотографии, модель называется АТС 0609. Цифры в названии указывают нам зону обработки по осям XY. Она составляет 600 на 900 миллиметров. Высота обработки по оси Z 150 миллиметров. Конструктивная особенность станка это подвижной портал. Основное предназначение станка это 2D и 3D фрезерование. Среди видов обрабатывающих материалов можно перечислить древесину любых пород, композитные материалы, ДВП, ДСП, МДФ, фанера и тому подобные. А также любые полистиролы, в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом. Гетинакс, искусственный камень, мягкие цветные металлы, акриловое стекло, оргстекло, модельный пластик и тому подобные материалы. По своим функциональным возможностям станок ничем не уступает станкам с большой зоной обработки. Но за счет небольших габаритов и веса, его вполне можно использовать в небольших мастерских, а также в учебных заведениях. В такой мастерской, как у нас, где уже используются станки-щипы у большого формата, не всегда экономически целесообразно использовать их для изготовления небольших изделий, ну типа резных розеток, небольших рам для зеркал, табличек и тому подобного. Для нашей мастерской модель АТС-06-09 будет весьма актуальна. Она сократит себестоимость изделий и освободит большие станки для выполнения задач, соответствующих их размерам. В станке использованы 15-мм профилированные плоские направляющие. Производитель фирма Хивин Тайвань. Механизм подачи ШВП 16 на 5 по всем осям. Привод осей осуществляется с помощью шаговых двигателей. Все оси оборудованы концевиками ограничения движения. Станок оборудован устройством для измерения вылета фрезы из цанги-шпинделя. Стойки портала выфрезерованы из стали толщиной 20 мм. Для установки станка по уровню прилагаются специальные башмаки. Ну и главная изюминка конкретно этой комплектации станка – это шпиндель итальянской фирмы HSD. Нужно сказать, что все наши станки с числовым программным управлением, в том числе и обрабатывающий центр, оборудованы шпинделями именно этой фирмы. У них есть один существенный недостаток – это высокая цена. Стоимость этого станка с этим шпинделем выросла ровно на 1 тысячу долларов. Обычно на них устанавливаются китайские шпинделя с водяным охлаждением. Зато мы получили возможность использовать цанги типа ER20. В свою очередь это позволит использовать фрезы с хвостовиком 12 мм. Для фиксации заготовки используются мощные алюминиевые Т-слоты. Базой стола служит инженерный пластик. Благодаря ему создается идеально ровная поверхность рабочего стола. Станок оборудован блоком управления. На нем есть аварийная кнопка останова, переключатель оборотов шпинделя и контрольная лампа. Система ЧПУ NC Studio. Она позволяет комфортно работать в среде Windows. Также обеспечена поддержка передачи данных по сети, работа с флеш-накопителями, а также 3D-обработка. Общие габариты станка 1250 на 1050 на 750 мм. Масса без подставки 180 кг. Напряжение питания 220 вольт. Потребляемая мощность до 3 кВт. Цена станка в той комплектации, о которой я рассказал, 4900 долларов. Кому ролик понравился, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Спасибо всем за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok